всем доброе утро из египта хургада море на хоризонт спа рестор четверка 44 доллара в сутки заплатил за одного и в этой серии как как всегда будем смотреть сервис как отель встречает туристов я тут вообще как бы чуть ли не арестовали после турции непривычно чем браслета нет ходить никуда не идти никуда нельзя чем посмотрим ресторан посмотрим ресторан пообщаемся с туристами тут произошла ситуация такая что рыба крылатка укусила укусила ребенка просили с родителя 500 долларов за пол там или капельница чуть такое было чем посмотрим пляж аквапарк еще территорию бассейны подписывайтесь ставьте лайк у нас видео если вам жарко такие зонтики я хотел снять но не получилось солнце шмалит и надо такой зонтик с собой носить после на завтрак не попали то как выжить в египте я вас научу все ставки лайки не начинаем если вы собираетесь поехать на экскурсию в описании будут ссылки там империя туризма я с ними уже ездил и по хургаде и по шарм-эль-шейху хороший сервис и хорошие цены поэтому рекомендуем на работу как на праздник сейчас в общем-то пью кофе я манго и мы выдвигаемся выдвигаемся в отель посмотрим какой там сервис сейчас 7 утра турции обычно приглашали на завтрак в отелях в египте с этим делом каждом отеле по-разному сейчас мы все все проверим погода нормальная ну просто сейчас здесь непонятно ну что мы находимся в общем от ветра все защищено поэтому сейчас выйдем за территорию посмотрим напоминаю нахожусь в жилищном комплексе aqua tropical приглашению своих подписчиков здесь у меня евро трешка все новая мебель новая и двухспальная кровать и одна кровать здесь выдвигается и вот здесь 2 кровать тоже везде в каждой комнате кондиционеры спальня санузел общем огромный телевизор но мы сейчас пьем кофе и едем на работу вот такое покупал желтые рынок дохар 30 фунтов то есть доллар около 50 манга 30 фунтов то есть практически пол доллара практически за килограмм все вы смотрите я место своего чемодана взял сумку такую так все aqua tropical resort идемте я тут уже пробовал 10 до больше две недели общем я здесь уже нахожусь сейчас будем уже выдвигаться по отелям отдохнул как мне многие писали в числа отдохните надо перерыв сделать вот перерыв хуже у меня две недели между отелями поэтому сейчас уже поедем и вернемся к своей работе я в общем долго не стоял остановил машину ну в гибких очень-очень жарко среди ветра нет как раз для съемки хорошо но погода а что надо купаться в море или под кондер у меня снова приехал за 2 доллара по моему 20 чем-то километров мы ехали поля молеку а непонятная ситуация охранник мне 10 раз говорил что отель закрыт тут типа ничего не работает я бы показываю ваучер он не посылает какой-то другой ты не знаю смотрю люди есть что тут работают что не работают сейчас все правильно короче от туристы тоже приехали куда стыли видно только открытие у нас ресепшен здесь такой работает кондишен люди прямо здесь уже расположились то что не разрешают снимать салям алейкум все с прибытием прибытием в общем время у нас 8 утра 20 минут я заполнил все у нас много туристов готовы платить деньги но не заселяют надо ждать браслет мне сказали 10 утра 10 утра там у нас очень записаться можно в ресторан такой стол с 10 30 может записаться в ресторан я еще не знаю он платный или нет чем здесь у нас на лобби только ловит интернет очень-очень слабо есть надо стоять возле десепшен чтобы написать домой что вы доехали так давайте смотреть как все выглядит по здесь у нас бар территории египетских отелей они конечно поболее соля молейку все уже open 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 а шара-шара-шара автор а глава лэбан а глава автор кафе труба работает если напитки безалкогольные чай кофе он работает с 8 а если алкоголь с 10 с 10 работает но мне без браслета ничего нельзя смотрите здесь у нас такая зона отдыха красивые такие кресла и ванны где можно сидеть и чай кофе ну есть небольшие потертости а так в основном неплохо 44 долларов в сутки заплатил за все включено здесь у нас смотрите сцена вечером посмотрим что будет ну и видно море 1 береговая 1 береговая египет 44 доллара по территории вроде как нормально он был закрыт он был закрыт или реноваться ну в общем короче что-то тут происходило сейчас надо найти ресторан пойдем хотя бы посмотрим какое питание ведь а тут в египетских отелях не как в турции что ты приехал и тебя говорят идите завтракать тут все иначе по моему у нас тут рез ресторан вот похоже на ресторан сейчас посмотрим сейчас все посмотрим так а вот и наш ресторан работает конечно сейчас посмотрим что у нас по питанию здесь у нас вытачка круассаны пирог здесь готовят яйца помидор то что можно приготовить лаваш хлеб если приехали все голодные сидят все сидят голодные длинная дорога здесь молочная каша тоже тоже дельмишель с молоком здесь готовят яичницу помидоры грибы лук и сыр так перец кабачки так здесь у нас специи соль гипетский соль помидоры и картошка яйца вареные яйца вареные здесь готовят блинчики джем шоколад а здесь бар чай кофе и напитки молоко холодное так так овощи сыр лайм морковка йогурты натисток много видов йогурта сыр колбаса по фруктам финики яблоки апельсин здесь шоколад джем мед шахарная пудра хлопья овсянка ну вроде нормально для бюджетного отеля как бы нормально здесь ложки вилки нож салфетки по чистке ну вроде нормально все на улице птицы сидят клюют все ладно идемте смотреть территорию так здесь у нас корпуса трехэтажные а вот там дальше раз два три четыре пятиэтажные так все выглядит зеленая травка пальмы цветочки хорошо хорошо что первая ленья потому что сейчас сейчас когда жарко я сейчас на работе в бассейне на море пойду сейчас маску возьмем в общем замеры никакие делать уже не будем потому что вода очень теплая будем обращать внимание на чистоту ну бассейн визуально нормально метр сорок глубина вот такие у нас розовые шезлонги с деревянными зонтами никаких полотенец ничего нет то есть выбирая любой так первое что хочу сказать мне повезло с погодой на пальмы обратите внимание вообще ветра нет тут что-то моют что-то моют ну видите как он моет моет а оно стекает все в бассейн это пыль такая мойка своеобразная здесь у нас мост мостик не мост а мостик ну смотрю шланг что-то пытаются чистить убирать и вот сразу у нас уже пляж так все выглядит вот я смотрю он моет это вся пыль и в бассейн стекает вся пыль стекает в бассейн здесь у нас детская зона маленькая горка бассейн 50 сантиметров 50 сантиметров 50 сантиметров бассейн кстати приехали девушки из Киева он говорит долгая дорога двое суток добирались за двоих за неделю заплатили 48 тысяч гривен 48 тысяч гривен это порядка 1200 долларов на неделю вот в этот отель хотели доплатить денег чтоб сразу заселили сказали нет или мест нет или чё там непонятно они ждут на рецепшен собак кулюк кулюк собак но собак альфуль мия мия так дяденька садовник так ну вот так все выглядит вот так это итальянский ресторан смотрю у них детский клуб реновация была он нужен интернет я вам всегда рекомендую покупать симку гипецкую и вообще не переживать за интернет денег стоит небольших даже самый минимальный пакет купить и будьте всегда на связи ну территория ухоженная травка цветочки что-то делается вот у нас сразу здесь уже мы выходим на пляж уже подошел ко мне где ваш браслет это у нас кальяна и говорит а здесь на пляже у нас душ сейчас посмотрим водичку вот здесь смотрю снэк бар умоют убирают здесь у нас фреш готовят свежевыжатый сок видите там арбузы бананы финики такая зона прикольно надо его оторвать и с ним ходить такая жара блин пипец как его снять вот встретил подписчицу еще здесь отдыхает и довольна отдых как вас зовут елена елена как вам жара летом в египте но мы приехали из жары у нас тоже сейчас москва московь дубна тоже жарко ой нас там и 35 но климат конечно влажность поэтому здесь переносится намного лучше ну все боятся говорят кто летит летом как можно лететь египет такая жара нет здесь относительно климат то что ветерок спасает да когда ветер хорошо как солнце ну какой день мы сегодня 4 на 10 дней приехали сегодня фотосессии а сколько заплатили если не секрет мы покупали в мае бронировали в мае у нас получилось 153 тысячи то есть такая цена уже получается вот накануне до отлета мы смотрели было 188 то есть она значительно поднялась ну всем довольна четверка твердая как бы можно поставить питание нормальное как обычно да курица мясо говядина печенка то есть в сервисе вежливые приветливые такие комфортно достаточно комфортно понял спасибо это получается вот это наша зона и вот там здесь получается как песчаный песок там получается как коралловый можно с масками поплавить а как туда с масками зайти можете спуститься вот по пирсу там можно спуститься и там поплавить вообще супер да здесь вот для детишек все спасибо сейчас надо пообедать здесь можно столовой не хотеть также раздачи а это типа мини ресторан здесь да можно если то есть главный ресторан там а здесь снэк бар так же пообедать полноценно а вот там и на что там идет горки детский как бы аквапарк и там еще два бассейна ой вообще супер ну места достаточно здесь большой бассейн здесь народу в принципе не сказать что прям вот куча да то есть все полномерно все так распределены что все достаточно везде ровно скажем так понял все спасибо большое анимация пенная вечеринка проходит ну круто а шатлонгом всем хватает абсолютно ну не было такого что придешь и все занято да всегда можно ну отлично все спасибо персонал очень приветливый подошел главный по пляжу тоже говорит где ваш браслет а я говорю только заехал браслет будет 10 часов на пляже вот смотрите у нас есть здесь бар напитки кофе вода все будем позже смотреть потом скажу со скольки открывается и до скольки видите тут анимация во сколько когда начинается расписание девушка говорит была в этой для паши здесь здесь больше нравится чем для паши у меня тоже здесь больше нравится чем для паши я только приехал волейбольная площадка душ и вот такая зона в цветах на фоне моря сделать красивые фотографии пока покатаемся покатаемся никогда не сидите на ресепшн бросайте вещи и отдыхайте в первой секунде как я делаю сейчас посмотрим аквапарк смотрим аквапарк смотрим здесь у нас анимация и полотенца здесь анимация колонки здесь фута фута а карта карта ашера 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 так идемте посмотрим аквапарк так ну по частоте 50 сантиметров глубина вроде нормально видите вот египетский бюджетный сегмент я приехал в недорогую четверку и как бы территория хоть какая то есть и первая береговая и горки метр 10 глубина вот у нас смотрите детский аквапарк несколько горок штриха шезлонги и для взрослых раз два три четыре горки глубина метр десять узнаю со скольки они начинают работать пылесос чистят здесь уже метр пятьдесят вот с десяти утра до двенадцати потом перерыв два часа и с 14 до 16 аквапарк работает так что видите циркуляция все тут как бы по чистоте нормально нормально каких-то лохмотьев там грязи особо я не вижу душ кстати здесь ну и пляж поплавали пришли на горках покатались в море пришли как бы есть чем заняться и первая линия не надо никуда ехать никуда идти в такую жару надо находиться в бассейне кататься на горках и плавать в море в ресторане кондишен возле лобби кондишен в этом плане как бы нормально все единственный минус вот эти всякие там браслеты то есть то есть ну я не люблю такое когда начинаешь ждать ехали рано длинная дорога а сейчас как правило у всех длинная дорога уставшие вот как бы не одевают браслеты с самого начала поэтому вы когда приедете не можете пользоваться баром не можете пользоваться рестораном на лобби есть там что-то по-моему типа каркаде поэтому в любом случае можете прийти и выпить так вот так выглядит зона пляжа как мне сказали здесь кораллы а там для для детей песчаных заход ну все будем смотреть ой ну супер надо надо сразу сразу нырять сейчас пойду на ресепшн попрошу полотенца и поплаваем здесь яхта сейчас я узнаю куда куда людей везут она оранж бэй яхта каждый день ездит цена вообще приостановили эту съемку меня тачат в этот ресепшн не дали тут море вам показать как раз я возьму маску видите security нельзя ходить может вообще сейчас выгонят я не знаю что будет тут в египте построже все ну а так прикольно первая береговая тут с этой стороны пляж и там у нас то же самое чем людей там такая тьма получилось что меня привел security мне сказали до десяти утра сидеть на ресепшн пока не оденут браслет никуда не идти я говорю как никуда не идти еще целый час я буду там сидеть ждать я говорю давайте я хочу идти на море нет у нас система до десяти никуда по территории отеля не ходите и не плавайте я говорю почему смотрите как красиво фото зона такая а вот тоже плетеные я только обратил внимание столик и плетеные такие короче я добился я говорю давайте полотенца и я пойду плавать значит подушки не везде есть ну вообще нормально все как бы чуть-чуть сервис здесь своеобразный в плане приема гостей видите там подушка есть подушек нет здесь в тени все в подушках указатель здесь клиника есть значит вот это непривычная система после турции во первых ничего не выпишь во вторых за тобой гоняются с этим браслетом ну зачем это придумали если у человека есть ваучер одевать ему браслет я допустим приехал в полдевятого а есть люди которые приедут вообще вечером ну как бы вот и все человек приехал должен не бороться за то чтобы пойти поплавать а приехал должен уже с первой секунды я нервы должен мотать я хорошо что я приехал в хорошем настроении отдохнул две недели в Хургаде благодаря своим подписчикам которые мне предоставили живой видите тут такие стульчики даже есть где можно сидеть и меня предупредили если я теряю эту карточку то штраф 10 10 долларов здесь умывальник для ног шахматная доска здесь без фигур кстати еще есть ну так молодцы по территории все поливают все я взял полотенца все тут а скажи камера это сколько стоит это 200 долларов 200 долларов митин 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 это хороший для ютуб да потому что у меня есть это ютуб один по тысячам много туристов едут почему не знаю в общем ребята дали мне полотенце а теперь я пойду на пляж а полотенце только здесь да шукрау шукрау так в общем я нашел себе место где лежать за гора сейчас начнем с бассейна вот я пообщался с девчонками они из украины приехали что-то тоже по моему 40 чем-то тысяч я уже не помню суть не в том короче рыба укусила ребенка 8.30 8.30 крылатка ребенок на кругу в общем-то себе плавал и как-то ногой зацепил крылатку и получилось так что начал кричать и плакать мама врач сделала ему укол потом вызвали с отеля какого-то медика он тоже капельницу сделал и в конечном итоге девчонкам говорят с вас с вас 50 с вас 500 долларов они естественно что не заплатили начали искать менеджера в общем там короче какие-то что-то разбираются не знаю но хотят потом говорят давайте хотя бы там 350 долларов что такая ситуация надо внимательно хоть и песчаный заход то есть видите рыбы подплывают так здесь у нас смотрите бассейн я что-то такая жара решил поплавать чуть-чуть охладиться вот если в бассейне находишься то все отлично бассейне супер так что видите какой ценник то есть укол сделали у них страховки нет укол сделали аж 500 долларов запросили но пока они ничего не дали менеджер отеля сказал вроде как ничего пока не платить они хотели дать 50 долларов вот отблагодарить за капельницу ну 100 долларов были готовы заплатить ну им говорят давайте 500 ну в конечном итоге потом говорят давайте 350 так что такая ситуация я вам рассказываю а так люди кто здесь отдыхают вроде как ничего плохого не говорят за отель по бассейну видите все как бы нормально чисто и не так что все друг у друга на голове как бы свободно себе пока свободно я плаваю воробей тоже тут всем жарко все хотят все хотят плавать все хотят в воде находиться ну в воде супер я вот полежал сейчас пойдем в море пока нормально поэтому не ждите пока вам оденут браслет вот там люди там сидят это что там с ума сойти можно до 15 до 14 будет там сидеть так пришли в туалет зашли там переоделись и где-то раздевалку нашли на пляже и все и вы вот так вот загораете там купаетесь и все супер я через полчаса пойду браслет одевать сейчас пойдем пока на море и крылатки видите опасная рыба очень это редкий случай но надо быть осторожным я ведь еще коралки не взял а тут надо и коралки одевать потому что в песке что угодно может быть эти финик еще еще финик зеленый как бы ну съесть можно но такое так сейчас где-то место найдем кстати тут кстати проблема найти место смотрю все занято полотенца аж в конце возле забора смотрю только есть короче возле забора нашел место получается что не везде матрасы есть можно у охранника попросить он принесел сейчас вот я ему сказал должен матрас принести смотрите сервис какой все шукран хорошее хорошее все отлично сейчас беру маску идем поплаваем так я взял gopro идемте посмотрим какой заход какой заход здесь у нас получается здесь у нас песочек мелкий песчаный заход так вода по ощущениям где-то градусов тридцать тридцать один в общем замеры летом в Египте в Турции нет смысла вообще делать вода очень теплая и в бассейнах и в море так здесь у нас мелкий камень и песчаный заход так сейчас сверху покажу какая водичка вода просто супер так 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Это айс-крем, это айс-крем, это манго, кипника, киуэ, авокадо, арбуз. Манго, джуц, манго сколько быкам? Маленькие, 2 доллара, борщу, 3 доллара. Большое. Что? Сейчас 15 минут 11. У меня уже язык пересохнет, никак я не знаю, что-то, но пить хочется, жарко, лето. Идем сейчас на ресепшн, должны одеть браслет, будем пробовать, узнаем, что у нас в баре есть. Также попьем кофе, посмотрим, какой по вкусу кофе, может номер дадут. В общем, подходила девочка, аниматор из Челябинска, звала на зарядку, потом у них там йога, и аэробика, и там водное какое-то. В общем, в гипте анимация работает. Анимация, тут, понимаете, в каждой стране есть что-то лучше, что-то хуже, здесь как бы анимация, больше территория, больше бассейны. Ну вот это у них там проблема с браслетами, в Турции там, ты только приехал, даже если опоздал на завтрак, тебя кормят. Здесь у них все иначе, ну как бы не везде, но в основном в египетских, в египетских отелях надо платить за завтрак, за ранее заселение. В бассейна вот ребята играют в мяч, в свободные шаглонги есть. Собственное событие, в ней одевают красный браслет. Вот ребята, египтяне отдыхают, и у них синие, это без алкогольные. А я могу пить пиво, вино и вишу. Не только, не только. Все ром, да? Все, шукран. Все, теперь сейчас педерники в бас. Турецкий кофе стоит 1 доллар, 50 фунтов. Нет, это туркиш. Это бесплатно. Каши бесплатно, просто туркишка, это 1 доллара, чашка. Это алкоголик, это бири, 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 бесплатно. В вино есть, виски, ром, бронди, джин, водка, узу, это бесплатно. Посмотрите, как бутылка здесь, это вино, это бесплатно. Это плавно. Это кольный фантус брайк здесь, это сорт, это кофе, лотека, бутшин, спрессу, это бесплатно. Так, бар работает с 10 до 12, это наша, да? Все, спасибо. Все, приеду. Короче, мне кажется, что в Египте пожарче, пожарче, чем в Турции. Решил посидеть здесь, показать вам картинку, как все выглядит. Выглядит неплохо. Взял Coca-Cola Zira есть, моя любимая. Потому что в Турции с этим было все очень сложно. Здесь как бы без проблем. По обслуживанию все хорошо, в баре. Да, вообще как бы ребята стараются. Подпишись, я посмотрел, у них оранжевые браслеты, тоже все включено, а у меня красный. Может от того, что я на один день, поэтому красный. Кофе, кстати, не очень. Вот я после Турции не могу пить. Не так, что вообще ужасный, но плохой, короче. После Турции вообще не пьется. Короче, растворимый кофе. Типа не с кафе, а какая-то, в общем, какая-то муч. Давай. Ром, виски. Франди, чекила. Узу, джен, водка. Coca-Cola Zira, тоник. Швейпс, да? Швейпс, шуда, прайс. Ну, отлично. Айс-крем есть? Есть айс-крем? Все, спасибо. Хорошая новость. Во-первых, есть и Coca-Cola Zira, и Швейпс, тоники. И подошел ко мне старший менеджер, говорит, подходите, готов уже номер. Поэтому сейчас пойдем, будем смотреть, какой мне дали номер. В ресторан записаться можно, если вы приехали, как минимум на 5 дней. Так как я приехал на сутки, Гестрелэшн сказала, что, увы, нет. Несмотря на то, что много людей, номер дают раньше времени в 11.00. Непонятная ситуация. Девочка из Киева, мол, говорит, я готова там платить, давайте мне номер. Готова платить? А они что-то не дают, я не знаю, там другим людям, которые деньги не платят, дают. А они, говорит, тяжелая дорога, ехали на автобусе, кондишен не работал, поломался. Короче, такой, говорит, адская дорога, говорит, лучше бы мы в Карпатах отдыхали. Отдыхали, говорит, до этого отдыхали в Карпатах, и все было супер, море заходили. Вот приехали, мы, говорит, мучаемся. Вот, решат. Какой день здесь? Где-то уже четвертый. Впечатления об отеле. В целом нормально, когда читал, там отзывы такие, блин, противоречивые. И обзоров не было вообще, да? Ну, каких-то таких толковых не видел. Что-то такое есть, что не понравилось? Ну, в целом по номерам, как бы, номера грязноватые. И по питанию, как бы, этот. Ну, в целом, ну, конечно, есть, можно что найти, но именно у конкретно мясных, как бы, изделий так, на ужин только. А в основное время не особо. Понял, спасибо. Спасибо. Хорошего отдыха. Идут заселяться, смотрите, у нас тут, это, ломбада, ломбада. Салям алейкум. Тут магниты, кстати, кондишен работает супер, фигареты, все, чипсы. Вот мне сказали, где-то здесь, о, видите, двоечки пошли. 21.03, это значит, вверх поднимаемся. Что, будете сейчас приятно удивлены, приятно удивлены, я сам удивлен. Смотрите, два кресла, столик и вид на море. Вид на море. Какая красота. Какая красота, просто так просыпаешься и запах моря. Вид какой классный. Ну, яхты стоят. Так, давайте смотреть номер. Номер меня, кстати, удивил. Два кресла, столик, большая, двухспальня, кровать. Еще номер большой. Большой телевизор, есть чайник, два стакана, чай, кофе. Есть мини-бар, мини-бары, две бутылки воды. Это очень хорошо. Это карточка от полотенца, работает свет. Здесь зеркало, во весь рост будете вечером куда-то идти, одеться. Это очень удобно. Шкаф, смотрите. Раз, два, три, четыре. Восемь вешенок. Если вы взяли платье, то все это будет нормально. Вот такой у нас шкаф. Я сейфа не вижу. Я, в принципе, им никогда не пользуюсь. И санузел. О, круто. На третьем умывальник. Зеркало с увеличительным стеклом. Фен, гель, мыло. Даже есть такие маленькие полотенца. Телефон для связи. Два маленьких полотенца. Два больших. Унитаз, ёршик. Туалетная бумага. И вот такая огромная душевая кабина. Сейчас примем души. Скажу вам, есть ли здесь горячая вода, все ли в порядке с душем. Номер просторный, большой. Сейчас надо проверить кондишн. Где он, кстати? Вот кондишн, вот кондишн. А вот, по-моему, он вроде бы работает. Да, он работает. Нахлаждает. Так, что у нас тут по кровати? Видите, тут сколько подушек. Я, видите, сегодня чемодан не взял, а взял от Риксиса вот такую сумку. Не знаю, это для стирки или что, просто у меня не было во что брать, а с желтым чемоданом тащиться не хотелось. Кстати, эту сумку я не мог оставить на ресепшене по той причине, что я говорю, здесь альф-доллар. Альф это тысяча. Они говорят, нет, носите с собой, ничего оставлять не надо. Я говорю, да я шучу. Все как бы свежее. В общем, по номеру все нормально. Коврик один, коврик другой. Подсветка здесь, подсветка по бокам. Все, короче, переодеваюсь. Сейчас пойдем проверим душ. Что, я только с душа, все супер. Во-первых, удобно очень, это регулируется выше, ниже. Есть чашка такая для шампуня. Просторно, смотрите, просторно, стекло. Все выглядит неплохо для бюджетки, вообще супер. Поэтому сейчас пьем водичку, одеваемся, идем смотреть там, где кораллы. На этом буду первую серию заканчивать, пока с отелем знакомимся. А уже потом будем делать выводы. Я еще ничего не пробовал, касаемо кухни, не знаю. Но вот это все меня радует. Вообще, я доволен, что я в Угибте. Ну и, думаю, вы тоже, вы тоже посмотрите и в Хургаде, не только шарм. Потому что в последнее время показывалось, но он только шарм. Вообще, можно было бы в Хургаде задержаться до осени. Вот, не знаю, посмотрим. Ну, я планирую ехать в шарм. В шарме жарче, здесь более так ветер спасает летом. Спасибо, что смотрите. Подписывайтесь обязательно, поддержите канал, ставьте лайк и пишите ваши комментарии. Кто здесь отдыхал, понравилось или нет. Ну, не забывайте, что вы можете мне написать в Инстаграм. Если вас интересует обзор какого-то отеля, можете его оплатить 100%. Я обязательно поеду. Его вам покажу. Если отель недорогой, могу его показать за 50% оплаты. В любом случае, пишите в Инстаграм, если вас интересует обзор отеля. Вы готовы что-то задонатить, поэтому пишите. Договоримся. Желаю вам удачного выбора отеля. Чтобы вы приехали на отдыхе, вот так смотрели на море. У вас был красивый номер и вы получали только удовольствие от отдыха. Все. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok